Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк следствия и суд силовые структуры. 16.2.12.2019 года раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк. Фото, Олег Харсеев, коммерсант. Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к операции несколько дней. Об этом сообщает принадлежащая Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника издания, сотрудник управления к службе экономической безопасности ФСБ Артур Власов, а также его коллега Александр Карелин, боец Альфы Хитак Маргеев, бывший следователь прокуратуры Константин Жаров и Борис Караматов, занимавшийся незаконной конвертацией валют, незадолго до нападения провели встречу в одном из ресторанов Москвы. Они договорились, что сотрудники управления будут выполнять роль оперативников в штатском, а Маргеев и Жаров наберут для себя спецназовцев из Альфы и Вампила. Также Власов одолжил у приятеля микроавтобус «Мерседес» черного цвета. Караматов в свою очередь назначил своим клиентам, которые незаконно обменивали у него наличность, точные дату и времен для доставки денег 15 часов 10 июня. Перед операцией Власов, Маргеев и Жаров еще раз встретились и обсудили готовность к налету. Когда сообщники встретились возле банка, к ним вышел Караматов. Он сообщил, что в банк привезут не один миллион долларов, а два, и попытался договориться об увеличении своей доли, однако спецназовцы не согласились. Также Караматов заявил, что его вместе с партнером нужно будет вывести из офиса под видом задержанных. Затем Власов вместе с Жаровым, бывшим помощником следователя Дмитрием Казанцевым и одним из спецназовцев зашли в здание через главный вход банка «Металлург». В руках у Власота были какие-то бумаги. По словам Жарова, он думал, что у оперативника реальное постановление об обыске или проведении оперативно-розыскных мероприятий. В это время Карелин и четверо в масках приказали инкассаторам, прибывшим к зданию банка, взять сумки с деньгами и подняться на второй этаж здания «Металлурга». Там спецназовцы поставили их к стене и охраняли, пока не получили команду возвращаться в машину с наличностью, Караматовым и бывшим совладельцем банка «Рубливский» Дмитрием Чувилиным. Тогда же охранник здания нажал тревожную кнопку, по сигналу которой приехали два экипажа вневедомственной охраны разгвардии. При этом гвардейцы просто наблюдали за происходящим и даже переставили свой автомобиль, чтобы не мешать автобусу сотрудников ФСБ, увозившему задержанных и деньги. Совершив налет, спецназовцы поехали в район метро «Провсоюзная», где высадили Караматова и Чувилина. Затем они припарковались возле одного из банков и разъехались на такси. В начале июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162, «Разбой», совершенной организованной группой в особо крупном размере. Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Субтитры создавал DimaTorzok